Всем мир и благословения! Сегодня я представляю вашему вниманию поговорить на тему притчи о Сиятеле. Это замечательная притча, которую нам рассказал наш Господь Иисус Христос. Что ж, давайте приступим к изучению этой замечательной, на мой взгляд, притчи. Многие из верующих в основном эту притчу относят к евангелизации, когда мы проповедуем грешникам. Когда ты встретил человека на улице, заговорил с ним и стал проповедовать ему Евангелие. И ты думаешь, ну так, если это добрая почва, если это не в тернии упало, не в каменное, так сказать, сердце, то значит этот человек принесет в свое время плоды Господу во сто крат. Ну, это хорошо звучит с одной стороны, и это в действительности тоже подходит грешнику. Но, на мой взгляд, эта притча больше всего относится уже к христианам, к тем, которые уже давно уверовали в Господа Иисуса Христа. Причем эта притча раскрывает нам смысл, почему у многих верующих нет силы Божьей, почему они слабые, почему они не видят силы Святого Духа в своей жизни, почему они до сих пор в грехах, или почему они не видят Бога так, как бы они Его хотели видеть. Что ж, давайте приступим к рассмотрению этой притчи уже с другой точки зрения, и давайте отнесем ее на рассмотрение к Церкви Иисуса Христа, то есть к людям, которые являются верующими. Что ж, друзья, начнем. Итак, Иисус Христос говорит такие слова о Сеятеле. «И когда Сеятель сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». Здесь наш Господь говорит, что семена, которые были засеяны Сеятелем, птицы расклевывают. Итак, Иисус Христос относит эту притчу и показывает, что поле – это сердце человека, куда засеивается Божье Слово, Божье Семя. Что же это за птицы, которые выклевывают? Птицы – это демоны, это демонические духи, которые посредством того, что наносят всякие мысли, как хлам и мусор в разум человека, таким образом они выклевывают из человека Божье Семя, Божье Слово. Иисус говорит, что «ко всякому слушающему Слово о Царстве и неразумеющему». Вот по какой причине многие христиане слабы и никак не могут возврасти в вере, потому что они неразумеющие, к ним приходят лукавы и похищают посеянное в сердце его. Вот кого означает «посеянное при дороге». К сожалению, многие люди, уверовав, так и оказываются по нескольку лет, вроде бы они верующие, но они так и оказываются при дороге. Приступим к изучению второй категории. Иисус говорит, «Иное упало на места каменистые, где немного было земли и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло и, как не имело корня, засохло». Замечательно. Теперь будьте внимательны. Иисус объясняет, что означает эта притча. «Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово, и тотчас с радостью принимает Его». Итак, многие верующие с радостью начинают принимать Божье Слово. Они хватают Его, они цепляются, с радостью хватаются. Но, но, этот верующий человек не имеет в себе корня и непостоянен. Знаете, есть такие люди, как говорится, у них 7 пятниц на неделе. Они очень быстро меняют свое мнение. Утром они радуются от Слова, вечером они уже разувериваются в Божьем Слове. Не имеют в себе корня непостоянной, то есть они не могут сохранять баланса в Божьем Слове. По этой причине они слабые, разувериваются и никогда не могут получить обещанного и никогда не могут дождаться того, чтобы получить от Господа обещанного. Когда настает скор, гонение за Слово, тотчас соблазняются. Приходит печаль, приходит уныние, кто-то надсмехается или гонит человека за это обетование, от которого он загорелся. Ну, как это обычно бывает. Загорелся человек от обетованного Слова Божьего, и просто он весь кипит. Что он начинает делать? Он начинает бежать к другим людям и об этом начинает рассказывать. Что происходит дальше? Лукавый через этих людей набрасывается, как обычно, на этого верующего и старается навредить ему. И этот верующий, будучи гонимым, отверженным за Слово Божье, что он делает? Соблазняется и начинает разувериваться в том, что к нему приходил Господь. И он начинает соблазняться и в оконцовке отваливается. И по этой причине такой христианин не может явить Богу плодом. Давайте обратим внимание на третий вид почвы. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Но это совсем просто и ясно. Иисус это объяснил так. Посеяно в тернии означает того, кто слышит Слово Божье, но забота века этого и обольщение богатства заглушают Слово, и оно бывает бесплодно. Итак, друзья, представьте. Христианин может один год, два года, три года быть в вере, а потом его сердце начинает уклоняться. Его сердце уклоняется от обетований Божьих, человек занимается суетой этого мира, он мечтает о богатстве, он обольщается делами этого мира, и Слово Божье в нем не может принести плода. Вроде он 10 или 20 лет верующий, но если он не бодрствует и засоряет свое сердце всяким хламом, то этот верующий не может принести никакого плода. Например, он поражен сплетнями, обидами, клеветою, всем чем угодно. Его захлестуют дела этого мира, то есть всевозможные вещи, всевозможные грехи, не имея значения, все, что противно здравому учению, заходит в его сердце, и этот христианин не может принести богу плода. Потому что его сердце подобно тернию. В его сердце семя Божье не может произрасти, то есть он не может верой ухватиться. А все почему? Потому что сначала у него птицы все выклевали, потом оно упало на каменистое, это каменное сердце, это необработанное сердце, сердце полно камней, желчи, греха, не имеет значения. И такой христианин не может принести богу плода, хоть он 10, 15 или 20 лет верующий. И ноя упала в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Итак, вначале Слово Божьего этот человек держался, но тернии, когда вошли в его жизнь, они взяли и заглушили в нем Божье Слово. Друзья мои, Слово Божье в тебе может быть заглушено, если ты перестанешь питать свое сердце Словом Божьим, если ты перестанешь засеивать свою почву Божьим Словом, перестанешь ее, так сказать, культивировать, обрабатывать, убирать оттуда всякие горькие корни, обиды, непрощения, злобу, раздражение, все что угодно, твое сердце порастет сорняками, и ты никогда не сможешь принести плод. А потом многие христиане удивляются, говоря, ну Бог сегодня силой Божьей не являет, но почему-то Бог сегодня не действует в нашей жизни, так как Он действовал во дни апостолов. Друзья, так Он не действует лично в вашей жизни, не потому что Бог передумал действовать, или сила Его оскудела, или Он сегодня не хочет совершать знамения и чудеса, а силы вы не видите в своей церкви, в своей жизни, по одной простой причине, потому что тернии, тернии, сорняки этого мира, просто-напросто вошли в ваше собрание, и вы являетесь бесплодными. Сорняки заглушили внутри вас Слово Божье, задавили Его действия, и сорняки, которые вошли в вашу общину, или в твой дом, в твою церковь, в твое сердце, просто не дают прорасти Божьему семеню. Ну а теперь мы рассмотрим самую замечательную почву, это четвертый вид почвы, о которой говорит наш Господь Иисус. Обратим внимание. Иное семя, то есть Божье Слово, упало на добрую почву, и принесло плод одного сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит. Теперь послушаем, как Господь Иисус объясняет это в 23 стихе, это Матфея, 13 глава. Посеянное же на доброй земле означает слышавшего Слово и разумеющего. Если первая категория не разумела, и к ней пришел лукавый, эти птицы налетели и выклевали, то четвертая почва разумеет Божье Слово. Это говорит о том, что четвертая почва, четвертый вид почвы, это уже зрелый христианин, который преодолел все три стадии. Так вот, эту притчу можно развить на четыре этапа духовного роста. Первый этап, когда дьявол постоянно воровывает христианина. Второй этап, некоторые верующие прорываются из первого этапа и достигают, так сказать, второго уровня своего хождения в Боге. Они загораются, но время от времени дьявол у них все равно ворует. Их кто-то гонит, преследует, они, будучи немощными, соблазняются и не могут. Следующая категория, это этот мир, когда весь твой духовный огород дьявол пытается забросать камнями, терниями, волчьцами, сорняками, грехами и всякими вещами этого мира. И по этой причине ты слабы. Но четвертая почва, это побеждающий верующий. Это тот верующий, который противостоял дьяволу, который разогнал обетованием Божьим все мрачные тучи неверия, разогнал всех демонов, разогнал всех этих птиц со своего огорода. Это верующий, который возделывает землю своего сердца. Это верующий, который хранит свое сердце в чистоте и сберегает Божье слово, Божье обетование в своей доброй почве, которая является его добрым сердцем по отношению к Господу Иисусу Христу. Что ж, друзья, и так, четвертое, это разумеющая почва. А чтобы разуметь, это уже опыт, да? Опыт, это зрелость уже, который бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. И так, друзья мои, смысл притчи Иисуса Христа, что так же каждый верующий проходит этапы своего духовного роста и возрастания. Вначале бесы обворовывают, потом сердце твое подвергается всевозможным сорнякам, но ты все это должен преодолевать. Вспомните, что сказал Иисус Христос, а Он сказал такие слова, что церковь Его будет построена на чем? На откровении, на скале, на скале, на откровении Иисуса Христа и врата ада ее не одолеют. Так вот, притча Сеятеля показывает, каким образом врата ада движутся в нашу жизнь. Что приходит? Ты слышишь проповедь Божьего Слова, прилетают демоны, прилетают они, как птицы, и стараются выклевать из твоей головы Божье семя. Если им не удалось выклевать, если ты все-таки загорелся и схватил Божье Слово, то дьявол принимает вторую атаку на твое сердце, вторую атаку на твой разум, потому что вся духовная война происходит именно в нашем разуме, друзья. Так вот, дьяволу не удается тебя в первой категории подавить, он свою бесовскую армию, второе, так сказать, вторая сторона давления, он пытается заглушить Божье Слово внутри тебя. Видите? То есть, как только маленькие росточки начинают в тебе проявляться, как только вера начинает внутри тебя проклевываться эти росточки. Что начинает делать дьявол? Он начинает применять свою бесовскую армию для того, чтобы заглушить это все внутри тебя. И Ноя упала на места каменистые, где немного было земли и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Друзья, вспомните также притчу о домостроительстве, где Иисус говорил, что два человека строили здания. Один человек построил здание на песке, другой человек построил здание на камне. Один углубился глубоко, а другой построил на поверхности земли. Итак, эта притча о сеятеле очень хорошо переплетается с рассказом Иисуса Христа о строителях здания. Сегодня мы должны подобно мудрым строителям углубиться всей своей душой и всем своим сердцем. Углубиться, чтобы докопаться до скалы, углубиться, чтобы докопаться до глубины откровения Божьего, чтобы Слово Божье принесло в нас плод. Аллилуйя! Чтобы все наше духовное здание было твердым, чтобы все наше внутреннее естество могло бы глубоко заякориться в Господе нашем Иисусе Христе. Аллилуйя! Итак, первый вид почвы, второй вид почвы, третий вид почвы, и четвертый вид почвы можно сравнить с духовными стадиями возрастания. Итак, когда ты достигаешь четвертой почвы, это именно зрелое состояние христианина. Именно церковь, та, которая достигла состояния четвертого, так сказать, четвертой ступени, четвертого духовного возраста, да, или уровня, так назовем, именно эта церковь никогда не будет побеждена дьяволом. Почему? Потому что она бодрствует, она хранит обетование Божье в добром сердце. Эта церковь, подобно Иоанну в книге Откровения, берет книгу и съедает ее. То есть, Евангелие Иисуса Христа должно быть растворено в нашем сердце верой. Мы не должны позволять ни одним штормом, ни одним ураганом, ни одному духовному демоническому давлению, мы не должны позволять, чтобы оно выклевывало Божье Слово из нас, или чтобы дьявол разворовывал. Мы не должны позволять дьяволу, чтобы он обворовывал нас. Ну, теперь, друзья, подведем итог всему церковь Иисуса Христа, как написано в Писании, чтобы мы были внимательны к слышанному Слову Божьему, чтобы мы были внимательны к тому, что нам глаголит говорящий с небес. Итак, будьте внимательны и всегда храните свое сердце в чистоте, потому что именно из вашего сердца проистекают источники жизни. Именно из вашего сердца, как говорится, из вашего чрева должны потечь реки воды живой. А чтобы реки воды живой проистекали из твоего чрева, Иисус говорит, что ты должен веровать так, как сказано в Писании. Именно если ты будешь веровать так, как сказано в Писании, из твоего чрева будут проистекать реки воды живой. Церковь, будьте благословенны, идите сегодня к Иисусу Христу, потому что Он провозгласил замечательные слова, жаждущий, иди ко мне и пей, пей, бери даром от источника живой воды. Сегодня Иисус Христос хочет напитать твою душу этими живыми водами. Сегодня я предлагаю тебе исследовать свое сердце. А не разворовали ли бесы там у тебя Слово Божье? А не заглушили ли дела этого мира сорняки и терни, всевозможные вещи Слова Божье? А не ослабел ты, а не обворовал ли тебя Сатана, друг мой? Загляни в зеркало Божьего Слова, проверь свое сердце и будь доброй почвой для Господа. Именно такая почва принесет сегодня Господу Иисусу Христу плоды во сто крат. Будьте благословенны. Аминь.